С нового года требования к работе перевозчиков мусора в Приморском крае станут жёстче, а контроль за ними объективнее. Об этом шла речь на штабе по твёрдым коммунальным отходам под председательством губернатора Олега Кожемяка. Наличие камер видеонаблюдения над мусорными площадками – это тоже механизм контроля за состоянием мусорной площадки. Другой вопрос – нелегальный сброс мусора или какие-то хулиганские действия. То есть распознавание лиц, номеров – он уже вторичен. Решить проблему отрасли и вывести её на новый уровень планируется в течение трёх лет. Это и новые контейнеры, и площадки для их размещения, обновление парка спецтранспорта и строительство перерабатывающей инфраструктуры. Первое, что мы должны сделать для граждан – это наличие чистых контейнерных площадок с увязкой на отметку того грузовика, который забирает этот мусор. Главная миссия – чистый контейнер. Это наша задача, которую мы начинаем реализацию в 2025 году, уже переходя совершенно на новый вид сбора, вывоза, который, надеюсь, даст положительный результат. Как доложил исполняющий обязанности директора приморского экологического оператора Андрей Боровский, в конце этого года истекает срок договоров у большинства компаний, занимающихся транспортировкой отходов в муниципалитетах региона. Новые контракты обязательно будут включать в себя штрафы за несвоевременный или некачественный вывоз мусора. Артём Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на восьмом.